Новый фельдшерско-акушерский пункт откроется в деревне Марьино уже через пару недель. Главным человеком станет здесь фельдшер с 40-летним стажем Нина Петровна Яшина. Нина Петровна работает в Марьино с 90-х годов. Теперь у нее будет не только новое рабочее место, но и новый дом. Ведь половина здания, где расположился ФАП, это небольшая квартирка для нее и мужа. Вот, пожалуйста, проходите. Здесь шикарно, хорома. А то есть от чего? А на лекарство? Лекарство, но что? Полностью от электричества, да? И канализация здесь. И на ключе от включения электричества здесь, что по сути не меня. Сейчас Нина Петровна продолжает принимать пациентов в старом здании ФАП, хотя к переезду готовится полным ходом. В новом здании почти все готово. Ремонт закончен, оборудование завезено. Осталось только сделать генеральную уборку. Здесь очень современное все оборудование. Кабинеты полностью все есть. Процедурные, приемные отдельные, прививочный кабинет, гинекологический кабинет, стерилизационный. Все идет, очень много кабинетов, все, что нужно соответствовать санитарному режиму. Население ждет, естественно, там есть кабинет дневного стационара. Это очень много, значит, для села. Плюс оборудование, все современное оборудование. На территории Сергеево-Пасадского района уже введено в эксплуатацию 4 новых фельдических пункта. Пункт в Марине станет пятым. Строят ФАПы в рамках государственной программы Московской области здравоохранения Подмосковья. Первый ФАП, который построили по этой программе, был открыт в 2014 году в деревне Золотилова. Затем второй ФАП у нас был открыт. Это в деревне Шабурновая. И на протяжении двух лет район входил в программу по строительству ФАПов. Еще семь ФАПов мы должны были построить. И мы можем сегодня говорить о том, что уже 50% программы, которая была у нас на район, выполненная. Совсем недавно сдан ФАП в деревне Федорцово. Фельдшерский пункт в Марине будет обслуживать население в 1048 человек. До июня 2019 года будут приняты ФАПы в деревнях Зубцово, Каменки и Таргашино. Всего в районе планируют открыть 10 таких пунктов. Алена Ромашкина, Евгений Шевченко. Программа «События». Продолжение следует...